Димексид гель – современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием, теперь в новой упаковке. Димексид гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов, усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств, гепарина и венотоников. Малотоксичен, не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт, является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид гель – быстрая помощь при боли и воспалении. Эксенза – первый спрей изолмитриптана в России, который начинает действовать уже через 15 минут после введения. Препарат показан к применению у взрослых для симптоматического лечения, облегчения приступов мигрени с аурой и без ауры, а также для симптоматического лечения, облегчения приступов кластерной головной боли. Уникальные преимущества эксензы – начиная действовать уже через 15 минут после введения. Уникальная форма выпуска – спрей, не требует запивания. Большая упаковка на 20 доз по доступной цене. Современная молекула в составе – золмитриптан. Эксенза. При мигрене скорость решает. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать в сегодняшний пятничный вечер на платформе Формомед, в которой мы сегодня встречаемся с вами и обсудим очень важную и интересную тему, касающуюся с вещей, с том, какие они бывают, как мы будем за ними ухаживать, какие есть элементы питания, нудритивной поддержки и, что немаловажно, обсудим этапы лечения этих священий. Сегодня с вами я, покорный слуга Павла Францислава Владимирович, хирург-онколог, генеральный директор центра, мой медицинский центр «Высокие технологии». Сегодняшняя презентация была подготовлена совместной командой. Один из этих главных участников – это Наталья Сергеевна Бойко, нашего доктора-ординатора, поэтому очень благодарен ей за помощь в подготовке сегодняшнего выступления. Ну что, друзья, тогда начнем сегодня обсуждать очень интересную тему. И в самом начале давайте разберемся с понятием, что такое свищ. Свищ – это канал, который соединяет полости тела, в том числе и патологические, или полные органы с внешней средой или между собой. Что это такое? То есть у нас есть полы орган, то есть внутри человека это может быть все что угодно, это там кишка, желудок, пищевод, трахея, и есть брюшная стенка. Когда эти два образования, сказать нельзя, когда два этих органа соединяются воедино, происходит образование свища. И таким образом, свищ – это полость, которая соединяется с внешней средой или между собой какими-то две полости. Свищи бывают двух типов. Это бывают приобретенные и врожденные. Давайте поговорим по приобретенным. Приобретенные свищи могут быть в результате патологического процесса непреднамеренной и в результате операции преднамеренные. Мы сегодня поговорим и о тех, и о тех более подробно. В результате операции такие как кишечные свищи, связанные с обструктивной резекцией, когда выводится колостома временно или постоянно. Бывают питательные стомы, которые используются для питания. И об этом мы сегодня все с вами обсудим и обговорим. Как уже я говорил, что приобретенные делятся на две основные большие группы. То есть это в результате патологического процесса непреднамеренной и в результате операции преднамеренной. То есть те, которые запланированы изаранее и те, которые появились в результате какой-либо патологической проблемы. Также какие бывают они непреднамеренные. Непреднамеренные бывают три основных направления данных свищей. Первое это воспалительные реакции. То есть свищи, которые появились в результате воспаления. Это копчиковый ход, это разные свищи, которые мы сегодня с вами еще. Я покажу картинки, которые появились в результате периода трех этапов воспаления. Вторая группа больших свищей, которые также важны в лечении, в диагностике, это опухолевые свищи. То есть опухолевые свищи, связанные с опухолевым процессом. Это могут быть, например, трахеопищеводные свищи, когда, например, есть опухоль в пищеводе, она прорастает в трахею и происходит прободение. То есть попадание пищи происходит уже в трахеопрокиальное дерево. Бывают опухолевые свищи такие, например, как мочепузырные влагалищные свищи, прямо кишечные влагалищные свищи. То есть и разные другие свищи, которые могут быть в результате опухолевого процесса. Ну и, конечно же, травмы. Посттравматические это свищи, которые происходят в результате нарушения целостности стенки. Давайте вспомним с вами, из чего у нас вообще состоит весь воспалительный каскад. Воспалительный каскад у нас делится на три основных этапа, которые проходят в человеке. Первый этап это этап альтерации. Альтерас приводит с греческого, означает повреждение. То есть это когда идет нарушение целостности или повреждение клеточной стенки. Вторая фаза это фаза эксудации. Фаза эксудации это фаза, которая, другими словами, это выделение эксудат, это жидкость. Бывают, мы у нас есть два типа жидкости, это эксудат и транссудат. Эксудат это воспалительная жидкость, транссудат это невоспалительная жидкость. И эксудация — это момент выделения из стенок клеток жидкостью, и таким образом происходит вторая фаза воспаления. И третья фаза воспаления — это пролиферация. Пролиферация — это этап заживления, когда образуется соединительно-тканный рубец, когда уже все клеточки сплющились, и процесс заживления прошел. Также мы можем использовать несколько таких вариантов подвидов, там альтернатива — эксудативная фаза, эксудативно-пролиферативная фаза и так далее. Но на каком же этапе происходит появление свящей? Появление свящей происходит на фазе эксудации. И во время фазы эксудации происходит у нас два основных таких вектора разделения. Первое — это бактериальное поражение. То есть бактериальное поражение — это когда у нас к фазе эксудации присоединяется еще дополнительная инфекция бактерии. И тогда в результате данного процесса происходит выделение гноя, то есть воспалительного эксудата. Это гнойные свящи. Если же при фазе эксудации у нас происходит асептическое поражение без добавления флоры, то происходит образование пролежни. На данном слайде представлены у нас варианты гнойных воспалений. То есть вы видите это классические кубчиковые свящи, которые происходят в результате воспаления, где присоединяется бактериальная флора и появляется гной. Также стоит напомнить о том, что бывают и такие вот гнойные воспалительные свящи. Часто бывают такие процессы у детей, когда происходит присоединение, как мы уже говорили с вами, бактериальной флоры, в связи с чем происходит появление нагноения и после этого уже идет у нас процесс высвобождения гноя и, как называемое, вскрытие. И все равно образуется свящий. Также воспалительные, как мы уже говорили по поводу асептическом варианте, это пролежни, такие как вот на данном слайде представлен пролежень во время желчекаменной болезни. Это достаточно грозное осложнение, очень неприятное осложнение. Когда во время, когда появились у пациента из камни, когда камень вызывает пролежень, слава богу, бактериальная инфекция не присоединяется, но тем не менее все равно образуется свящий, тем самым в последующем может привести к очень нежелательным последствиям, связанным со здоровьем, вплоть до, там, когда приходится пациентам выполнять срочные оперативные вмешательства. Здесь мы разобрались. Что касается опухолевых. Опухолевые свящи, они проходят по следующему пути. Образуется опухоль. То есть опухоль появляется в любом месте. Опухоль тоже имеет свои пути, этапы воспаления, как мы знаем. И один из этапов распада. Распад опухоли, когда процесс, там, альтеративно-эксудативные процессы очень активно происходят, и этап пролиферации не наступает. И в целом мы знаем, что в опухоли пролиферативные, пролиферативная фаза, она, как бы так, достаточно без вмешательства внешней среды, ее нет. И после того, как у нас идет процесс распада, образуется уже опухолевый свящ. Травмы. Травмы бывают, чаще всего это травмы, родовые травмы. Травма при длительных родах, когда долго там акушеры ждут, когда появится ребенок. То есть у нас проходит там давление или ребенок там крупного размера. То есть это очень распространенная история. В странах четвертого уровня развития. И появляется такое понятие, как акушерская фистура. То есть на данном слайде вот мы видим примеры, когда ребенок идет, проходит, идет процесс давления, и тем самым проходят там отрывы или появление такого очень неблагоприятного и очень неприятного осложнения, такого как пузырно-влагалищный свитч. То есть вот на данном слайде мы видим два варианта. С правой стороны достаточно большой свитч, и с левой стороны он меньше, но тем не менее он все равно есть. Вот вы видите, вот он введен в зонт и он выведен. Вот он. Он введен в уретру и выведен в влагалище. Это очень неприятные свищи и на самом деле это целая большая проблема, об которой мы тоже сегодня поговорим. Прямокишечно-влагалищный свитч. Прямокишечно-влагалищный свитч встречается в разных вариантах. Это могут быть послеоперационные, что чаще всего свитчи связаны с или сложным выполнением операцией или, например, может быть такая ситуация, когда была коагуляционная травма и стенка влагалища не зажила, а появился свитч. Также бывает это, как мы говорили уже, это опухолевые прямокишечно-влагалищные свищи. Очень неприятное осложнение у данной категории пациентов и требует достаточно длительного, сложного подхода в лечении и многокомпонентного. То есть пациентам нужно первое, что убрать раздражающий фактор этого введения, временных колостом, потом назначение терапии, связанная с лучевой терапией, химиолучевой терапией. После этого уже выполнение операции, плюс параллельно принятие решения об антибиотикотерапии. Операции таких пациентов достаточно сложные, приходится замещать стенку влагалища разными трансплантатами, такими как, например, прямая мышца живота, там это называется такой врам, трам, лоскут, иногда используется на лоскуты на судистых ножках, то есть вариантов очень много. И пациентки достаточно длительно проходят реабилитацию после таких операций. Когда бывают травмы при родах, чаще всего это отсутствие квалифицированной помощи. Существует целое, вот если вы посмотрите на фотографиях, что, например, в странах Африки, где отсутствует нормальная акушерская гинекологическая помощь, у пациенток это огромная проблема, которая влияет на качество жизни пациентов, на качество жизни женщин, а это для них постоянно нужно носить памперсы, постоянно нужно смотреть, и на самом деле не пожелаешь никому такого, и на сегодняшний день даже есть целый день, 23 мая празднуется, это международный день вот акушерских, так сказать, фистул, которые связаны с неправильной или неквалифицированной помощью во время родов и во время гинекологических всех манипуляций. Поэтому это говорится о том, что это очень важная проблема, которую также стоит помнить, знать и обращать на это внимание. Что касается, идем дальше уже, переходим к трахеоэзофагиальному свищу. Трахеоэзофагиальный свищ может быть связан, как вы говорили, как мы уже говорили с вами, они могут быть врожденные, приобретенные. Врожденные чаще всего это детские какие-то анатомические, аномальные особенности, а в приобретенные это уже связанные непосредственно с опухолевым процессом, воспалением или может быть также посттравматические, назовем их так. Опухолевые свищи, мы уже сейчас их затрагивали, чаще всего это свищи, связанные на фоне опухоли пищевода. То есть, когда у пациента распространенный рак пищевода, и, так как мы знаем, что пищевод у нас рядышком находится в трахеи, и когда идет процесс прободения большой опухоли, то попадает все в трахею. И появляется трахео-пищеводный свищ. Что касается воспалительных реакций. Воспалительные реакции, которые могут привести к трахео-пищеводному свищу, чаще всего это причины, связанные с длительным стоянием трахеостомической конюли или трахеостомы. То есть, в реанимации есть целые протоколы, которые требуют, во-первых, санации, во-вторых, смены этих трахеостом с ослаблением манжеты, чтобы не было этих проблем, которые в будущем крайне тяжело лечить и очень тяжело дальше их мониторить и ими заниматься. Что касается травматических. Это вот на данном слайде представлено фистулы на фоне травмы. Это интубационная трубка, которая произошла такая ятрогения. Но они тоже, нужно помнить, это тоже может быть причиной. Переходим к лечению. Потому что мы разобрались, какие они бывают. И дальше мы переходим к лечению. И мы должны разделить лечение на два основных, основополагающих этапа. Это этапность и комплексность. Что мы подразумеваем под понятием этапности и комплексности? Этапность включает в себя... Первое, что нам нужно сделать, это разобщение трахиобронхиального дерева от желудочно-кишечного тракта. Бывают у нас разные варианты, как мы будем их разобщать. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Тем не менее, это важнейший фактор, который нужно сразу убрать процесс, чтобы у нас не поддерживалась фаза альтерации или фаза повреждения. Исключить активный пассаж по пищеводу. То же самое, это такая же история, что пищевод должен не находиться под постоянным влиянием твердой пищи или жидкой пищи, любой пищи. То есть, чем меньше проходит влияние на стенки, тем лучше для нашего пациента, и тем быстрее мы достигнем желаемого результата. А желаемый результат – это закрытие свища и наступление процесса, пролиферативного процесса с образованием уже рубца. Адекватная антибиотикотерапия – это целый пласт, который требует тоже полного изучения, потому что важно понимать, какая там у нас флора, какие антибиотики будут работать, какие антибиотики работать не будут. То есть, грамотный подбор антибиотикотерапии, то есть, хочу отметить, терапия – это длительное назначение антибиотиков, также повлечет за собой хороший результат. И достаточно нутритивная поддержка. Как мы понимаем, что у нас мы исключаем пассаж по пищеводу, мы разобщаем трахеобронхиальное дерево от желудочно-кишечного тракта, нам нужно пациента постоянно восполнять, поддерживать правильный уровень водно-электролитного баланса, нам нужно смотреть микроэлементы, нам нужно держать адекватный уровень белка, потому что если у нас не будет нормальный уровень белка, то и процессы заживления, они не наступят. Поэтому это тоже важный фактор, который нужно обязательно контролировать при лечении данной проблемы. Давайте поговорим теперь о вариантах разобщения. Разобщение может быть двумя, два основных направления. То есть, это промежуточное, то есть, на какой-то промежуток времени мы разобщаем. Или окончательное. Окончательное оно менее предпочтительное в данной ситуации. Тем не менее, бывают такие ситуации, которые требуют решения вопроса жизни и смерти. И приходится прибегать к таким не очень хорошим мерам с точки зрения для пациента. Это окончательно выведение эзофага, стом и так далее. Поэтому тут в окончательном варианте это острая ситуация, которая требует молниеносного принятия решения, и от которой зависит жизнь пациента. Что касается промежуточное. То есть, промежуточное это... Как мы можем это сделать? То есть, первое, это установка трахиостомы или интубационной трубки ниже зоны свища. Очень важно, чтобы мы уже с вами обсудили, что нельзя, чтобы поддерживалось воспаление в зоне свища. Поэтому нужно ставить или трубку ниже, или ставить трахиостому ниже. Второе, это установка покрытого стенда. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Есть люди, которые поддерживают данную технологию и говорят о том, что это суперкласс и все заживает. Есть ученые, которые говорят о том, что покрытый стенд, ни один свищ не зажил на покрытом стенде, поэтому тут мнения ученых разошлись в этой ситуации. Тем не менее, мы все равно об этом тоже обязаны говорить. И третий вариант, это установка зонда. То есть, установка зонда питающего зонда, который постоянно помогает поддерживать уровень микроэлементов, нутритивной поддержки и дает возможность пациенту поддерживать нормальный уровень общего белка и уровни микроэлементов. Что касается окончательного варианта. То есть, окончательный вариант разобщения может быть как хирургический, так и эндоскопический. Хирургический, это, ну, то есть, там, вот, если бы там в окончательном, мы можем, вот мы говорили, что уже подстановка покрытого стента назначения антибиотикотерапии, тем не менее, это очень такой дискутабельный вопрос. Также существует эндоскопический вариант клипирования и добавления антибиотикотерапии. Тоже ряд авторов говорит о том, что можно таким образом достаточно хорошо добиться результата и таким образом полностью закрыть. Но это тоже все равно этап раннего закрытия. То есть, использовать данную технологию для окончательного, ну, то есть, там, в хроническом варианте свища, это неправильно. Потому что фазы воспаления, острый свитч находится на одной фазе, хронический свитч на другой. И в прихроническом варианте мы получим только ухудшение состояния, чем решение проблемы. Что касается хирургического варианта. Хирургический вариант бывает у нас варианты ушивания, варианты пластик с помощью, там, вставок толстокишечных, тонкокишечных, резекционные этапы, то есть, путем истечения стенки, ушивания с пластикой. То есть, тут достаточно большой вариант. Как мы знаем, что в свое время очень много придумано разных пластик и тонкой кишкой, и толстой кишкой, и самим стеблем желудка. То есть, вариантов очень много. И на сегодняшний день достаточно активно они могут быть использованы, потому что хирургические возможности, они очень высокие, и их лучше все равно, как мы знаем, использовать для хронических свещей, потому что при острых свещах данные технологии могут повлечь за собой высокие проценты осложнений, связанных с несостоятельностью. Вот. И, конечно же, это достаточная нутритивная поддержка. У нас нутритивная поддержка, мы можем ее разделить на условно-энтеральную и пара-энтеральную. То есть, ну, энтеральная у нас больше такой вариант, связанный введением в зонт питания, которое попадает уже в желудочно-кишечный тракт, и пара-энтеральная, которое вы видите, это питание, которое вводится в центральную вену. Это, вот здесь, по-моему, это препаратом Кобивен. Разные варианты. И на сегодняшний день они, как бы, имеют место жить. Вот на левом слайде мы видим гастростому, которая активно выводится для того, чтобы пациент питался. И вот вы видите, что у него там, скорее всего, трахио-пищеводной свечи, но за счет этой стомы он может получать адекватную нутритивную поддержку. Ну что, продолжаем дальше. Дальше мы переходим на вторую группу приобретенных свечей, которые появились в результате операций. То есть, преднамеренные. То есть, запланированные хирургом до момента этого выведения. Тут мы можем разделить на две большие группы данные свечи. Эти свечи могут быть использованы для введения в организм человека питательных растворов вплоть до воды. И для выведения. То есть, выведения жидкости, каловых масс и так далее. Вариантов любых. То есть, это понятие называется стома. Вот. И мы сейчас приходим к преднамеренным стомам. Давайте сразу определимся по классификации. То есть, у нас классификация по назначению. Стома является у нас для введения, то есть, кормления. И для выведения. Что касается для введения. Это может быть. Это гастростома. Это еюнастома. И достаточно в редких случаях, но тем не менее, имеет место быть. Это эзофагостома. Для выведения используется калостома или илеостома. Гастростома для выведения использовать нельзя, потому что она не несет той функции, которая нужна. И то же самое эзофагостома тоже для выведения использовать нельзя. Вот. Если мы поговорим по локализации стом, они у нас, там, июнастома, это у нас, июнастома у нас используется для кормления, а илеостома используется для выведения. Потому что мы знаем, что самая тонкая кишка достаточно длинная, и в разных отделах происходят разные процессы всасывания микроэлементов, и илеостому можно использовать для выведения. Ну, конечно, колостома, это уже выведение толстой кишки. Она может использоваться только для выведения. На данном слайде представлено у нас четыре варианта. Это может быть там цекостома или асцендостома, это восходящая ободочная кишка. Также может быть трансверзостома, десцендостома, сигмастома. То есть, вариантов стом очень много. За ними мы сегодня поговорим об уходе, и на самом деле, на сегодняшний день стомы достаточно хорошо уже выводятся, и технологии ухода за ними просто великолепны для групп пациентов. Перейдем, поговорим также по эзофагам, эзофагистома, гастростоме и и о том, как через них проходит питание. Давайте сразу о гастростоме. Гастростома, она предназначена в первую очередь для кормления. На сегодняшний день достаточно активно используется в лечении разных вариантов вещей, и технологии выведения гастростомы очень проста и помогают пациенту поддерживать нормальный нутритивный баланс. Гастростома, как вы видите, это сейчас вариант уже эндоскопический. Раньше мы помню о том, что это нужно было в выполнении целой операции, то есть приглашался хирург, был общий наркоз, пациент мог находиться в реанимации, ставилась такая толстая-толстая труба, через которую блендерили продукты, вводили все. То сейчас это операция эндоскопическая, используется одноразовая гастростома, которую очень легко менять, за ними можно очень просто ухаживать. Для пациента это минимальная нагрузка в плане эстетики, и что немаловажно, когда гастростома теряет свою актуальность, она не требует никакой большой хирургической манипуляции, она просто заклеивается и все, потом заживает. Что касается юностома, юностома выводится уже лапароскопически, или через мини-лапартомий доступ. Юностома просто вывести нельзя, то есть обязательно нужно выводить стенку кишки, как мы видим, подшивается специальная питательная трубка, через которую вводятся жидкости. существует множество способов, как их фиксировать, и кто-то фиксирует там тремя швами, кто-то по кругу, кто-то в виде матраса, кто-то просто к стенке, кто-то выводит ее, то есть тоже вариантов очень много, и также это достаточно простая и безопасная операция для пациента. Димексид-гель современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием теперь в новой упаковке. Димексид-гель применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, радикулита, тромбофлебита, ушибов и растяжений связок. Димексид-гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов, усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств гепарина и венотоников. Малотоксичен не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт, является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Димексид-гель быстрая помощь при боли и воспалении. Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент Новый формат новые возможности. Эксенза Первый спрей изолмитриптана в России, который начинает действовать уже через 15 минут после введения. Препарат показан к применению у взрослых для симптоматического лечения, облегчения приступов мигрени с аурой и без ауры, а также для симптоматического лечения, облегчения приступов кластерной головной боли. Уникальные преимущества эксензы. Начинает действовать уже через 15 минут после введения. Уникальная форма выпуска. Спрей не требует запивания. Большая упаковка на 20 доз по доступной цене. Современная молекула в составе золмитриптан. Эксенза. При мигрени скорость решает. Что касается дальше продолжения питающих стом. Как вы видите, на слайде представлена специальная одноразовая трубочка, которая имеет несколько основных составляющих. Мы видим здесь специальный баллончик такой, который помогает стоме не мигрировать. то есть и на внешнем участке на коже мы видим тоже такую заглушечку, которая дает возможность обеспечивать герметичность и не попадание агрессивной среды между желудком и например желудком и брюшной полостью. Вы видите на слайде, что там целых три отверстия. Одно отверстие активно используется для питания. Второе отверстие активно может использоваться для поддувания манжеты. И третье отверстие это отверстие, которое используется для введения лекарств во время лечения. То есть она очень простая, ее легко менять. И как вы видите, что одна трубочка может сразу обеспечивать три составляющих для адекватного лечения пациента. также ее хотелось бы также отметить, что она ставится эндоскопически, то есть под контролем эндоскопа. Мы с вами обсудили какие бывают стомы, мы обсудили как они выводятся, мы обсудили как они питаются, из чего состоят. Давайте же обсудим один из важнейших вопросов, которые требуют очень внимательного отношения как доктора, так и пациента. И наиболее часто задаваемые вопросы после выведения стомы это особенности ухода. Особенности ухода, мы уход за питающими стомами сейчас мы поговорим, это мы можем разделить на три основных составляющих. первое это уход за кожей вокруг стомы, то есть как мы будем достигать нормального равномерного жизни этой стомы и кожи, чтобы не было воспаления. Второе это уход за собственной стомой и третье это подбор питания. Подбор питания важнейший фактор, потому что если вы неправильно подберете питание, могут быть большие проблемы со стороны как нутритивного статуса, так вообще эмоционального, как ни странно. Начинаем с ухода за кожей. Уход за кожей мы должны с вами разделить тоже на этапы, о которых нужно всегда проговаривать пациентам. Первое, с чего нужно обязательно начинать любой уход за кожей, это обработка рук. Никогда хоть говорят врачи, что стома инфицирована, что там нет чистоты, вы все равно всегда обязаны начать с гиенической обработки рук. Следующим этапом это влажная обработка вокруг кожи стома. Мыло, салфетки, специальные очистительные средства, то есть может быть все что угодно для использования. Очень важно помнить, что мыло должно быть мягкое, то есть не нужно использовать там хозяйственное мыло, потому что оно очень дубит кожу, дегтярное мыло, еще там я слышал такие советы, то есть нужно использовать мягкое мыло, которое может спокойно не агрессивно влиять, без агрессивной флоры. И после того, как мы использовали очистительные средства, дальше уже очищаем кожу и вытираем ее на сухо. очень важно красный флажок это при несложенном течении стомы не использовать спирт, мази, масла и все остальное. То есть мы к стоме относимся как спокойно относимся без вот этого чрезмерного ухода. То есть только при назначении доктора, то есть то, что доктор сказал, что нужно использовать мази, только тогда нужно пациенту давать возможность их использовать. Что касается ухода за кожей, на что должен пациент и доктор обратить внимание? Это обязательно покраснение кожи вместе с местным повышением температуры. То есть мы видим, что у нас идет процесс воспаления. Разрастание тканей в области стомы, наличие жидкости вране, флюктуация, то есть когда это может быть связано с тем, что манжета не плотно была затянута и появляется простыми словами, там затек и появление абсцесса и выделение мутной жидкости запахом. То есть это тоже это флаги, которые нужно срочно смотреть, нужно анализировать, что со стомой и возможно даже или перекладывать или убирать и решать проблемы с воспалительной реакцией, потому что я видел на банальной гастростомы, как пациенты вваливались в сепсис. Поэтому помните об этом. Вот я сегодня еще добавил QR-код, что если вам нужна более подробная инструкция, как ухаживать за стомами, вы можете перейти по QR-коду и скачать, посмотреть все брошюры, которые мы для вас подготовили. Ну что, едем дальше. переходим уже непосредственно к уходу за стомой. Уход за стомой нужно осуществлять двумя путями, то есть это обработка, тут можно саму стому обрабатывать аккуратно спиртовым раствором и очищение всех частей стомы водой, потому что это очень важный фактор. Бывает так, что остатки питания, остатки в основном питания могут засорять стому и таким образом происходит нарушение прохождения жидкости или лекарств питания, все что угодно. Поэтому все пластиковые части стомы мы спиртиком обрабатываем и очищаем обязательно всю, то есть внимательно уходим, обращаемся с стомой. И дальше идем в подбор питания. Тут целая интересная тема, которая требует очень важного подхода и начинать обязательно нужно с такого теста понимания что с пациентом, то есть нарушение элементарного статуса. То есть мы видим здесь больную систему от 0 до 3, то есть 0 это отсутствует, 1 это потеря более 5% массы тела за 3 месяца, потребление пищи в объеме 57 от нормальной за прошедшую неделю. Видим дальше, 2 балла это потеря более 5% массы тела и за 3 месяца индекс массы тела там 18-20% и 3 балл 3 это потеря более 5% массы тела за 1 месяц или более 15 за 3 месяца. То есть тут нужно обязательно это все отслеживать. И смотрим также тяжесть заболевания, то есть мы смотрим что это онкологическое заболевание, обширное вмешательство, тяжелый пневмойск рост, гемобластоз, интенсив кеа, возраст и баллы по каждому из разделов нарушение элементарного статуса, тяжесть заболевания, возраст суммируются. Что мы получаем? Мы получаем такие результаты. То есть если у нас балл 1 это то есть мы то есть если у нас 1 вот мы видим 1,2,3 и от этого будет зависеть какое питание мы будем подбирать, какой колораж этого питания будет сопоставим и как часто мы будем его вводить. Потому что у стомированных пациентов крайне высокий дефицит микроэлементов, как мы уже с вами говорили. Если мы видим, что при суммации пациентов чаще всего для онкологических пациентов они очень большие, то нам нужно сразу же включаться даже когда мы можем посмотреть с виду пациент достаточно нормальный и активный но если проанализировать эти все баллы то понимаем что у него большие проблемы и нужно включаться. И тут происходит уже налаживание питания пациента через стому. У пациентов почти в 2 раза выше потребность белки которые переносят онкологические заболевания. То есть у нас полтора грамма белка на 1 килограмм массы тела. Это рекомендация. И тут уже происходит второй менее важный момент это подбор питания. Потому что стому ты просто так там курочку не отблендеришь вместе с картошечкой и с морковочкой. Потому что она не закроет тот объем белка который вам нужен. И тут приходит нам на помощь уже сэмплинги которые нужно использовать. Мы тут берем к примеру сэмплинги которые мы достаточно активно используем. Это сэмплинги компонентов внутри внутри дринки. И очень интересные сэмплинги. В чем интерес? Во-первых они имеют разные вкусы. Это немаловажный фактор. Например есть такое питание с согревающим вкусом имбиря и тропических фруктов. Очень важно помнить что пациент у которого есть стома который требует питания через эту стому очень изменен изменены вкусовые восприятия даже внутри себя. Поэтому тоже важный момент. Бывают такие варианты питания как с охлаждением. То есть например там пациенты онкологические пациенты очень любят с охлаждающим фруктово-ягодным вкусом. Интересный очень эксперимент. То есть они говорят о том что им и так жарко и когда они пьют такие внутри дринки с охлаждающим вкусом они себя чувствуют более комфортно и им больше они подходят. Например также может быть нейтральный вкус. Потому что нейтральный вкус пациентам тоже подходит и некоторые не любят там связанные фрукты холод тепло и это важнейший фактор. Например во время прохождения химиотерапии у пациента часто бывают неприятные ощущения во рту и они нарушаются восприятие вкуса и там использование каких-то вкусовых клубничных или тропичных фруктов пациента только раздражает. А например использование нейтрального вкуса очень хорошо работает. Почему я об этом очень подробно рассказываю потому что это важнейший фактор. Это очень важно это высокобелковые питательные смеси которые нужно обязательно назначать. ну например также бывают вкусы очень абсолютно разные их можно подобрать для пациента и любые предпочтения как я например рекомендую своим молодым ординаторам что если вы только назначаете нутри длинг вначале попробуйте сами а потом порекомендуйте его пациенту. какие есть особенности в приеме данных сэмплингов нельзя рекомендовать пациенту выпивать его сразу обязательно нужно дозированно их пить потому что если мы выпьем сразу целую бутылочку залпом то у пациента разовьется диарея поверьте это очень очень неприятно поэтому когда вы назначаете своим пациентом данную группу нутри дринков всегда говорите о том что нужно пить по 50-70 миллилитров каждый час полтора то есть не нужно выпить сразу выпить один и потом уже то есть каждый час полтора нужно пить если например они сильно сладкие пациент говорит о том что они сильно сладкие и они ему не подходят по вкусу вы можете ему порекомендовать разбавить его водой например или вплоть до я встречал варианты когда разбавляли еще яблочным соком это тоже важно и об этом помните об этом знать поэтому у нас вариантов как вы видите очень много также бывают такие же варианты нутри дринков с высоким содержанием например пищевых вологан или омега трип жирных кислот то есть это 11 граммов белка 125 миллилитров 204 калории то есть это очень высокий высокий калораж и для особо ослабленных пациентов они очень хорошо подходят забыл еще очень важный момент сказать что также бывают эти нутри дринки для диабетиков потому что часто бывает что пациентов с повышенным сахаром а там в данном виде питания очень высокое количество сахара и просто взлетом глюкозы при первом глотке помните о том что для диабетиков или у пациентов с проблемами с поджелудочной железой существует специальная группа также нутри дринков движемся дальше подбираем следующий этап питания если вам у вас остались вопросы или вам требуется подобрать специальный нутри дринк для своего пациента подобрать специальную комплекс даже нутри дринков вы можете перейти по или получить например ту же консультацию то есть достаточно активно можно использовать консультации нутрициологов и консультации специалистов по данным препаратам которые могут подобрать для вашего пациента или например вы можете порекомендовать пациенту, то есть когда он начнет задавать, а вот, доктор, скажите, пожалуйста, какой мне лучше вкус спелой ежевики или брусники, вы всегда можете, вот вам ссылочка, QR-код, для того, чтобы вы могли спокойненько перейти на сайт, или порекомендовать пациенту перейти на сайт, где будет четко, полно и по полочкам расписано все, что нужно для пациента, какие бывают вкусы, какие бывают запахи, с какими бывают эмоциональными оттенками, холод, тепло, то есть вариантов очень много, и каждый пациент, каждый доктор найдут ответ на свой вопрос на данном сайте. Ну что, едем дальше. Иллиостома. Иллиостома это хирургическое вмешательство, мы видим варианты к выведению иллиостом, это чаще всего через небольшой разрез, сантиметры 3-4, с выполнением турникета, то есть поставки специальной, и в дальнейшем фиксации данной элиостомы к коже. Бывает у нас два основных, ну вот, если еще проговорить про элиостому, обязательно очень важный момент, это, это уже больше такое для хирургов, то есть не делать плоские элиостомы. Расскажу вам небольшую, такую интересную историю в данном контексте. Очень часто мы знаем, что, например, при болезни крона или неспецифическом язвенном колите выполняют, или при наследственном там, синдроме лича, могут выполнить тотальную колоктомию с выведением постоянной элиостомы. И хирурги, часто думая о том, что пациенту будет комфортно наклеивать приемник, они выводят плоскую стому, то есть и подшивают ее прям к коже. Думают о том, что вот сейчас мы ее сделаем, и тем самым будет супер класс для нашего пациента, то есть он будет клеить колоприемник, она не будет выпирать над кожей, и таким образом будет хорошее качество жизни. Дорогие хирурги, это глубокое заблуждение. Как я это понял? Я провел в одной из социальных сетей, мне предложили провести прямой эфир с пациенткой, у которой есть постоянная элиостома. И первое, что она начала, с чего она начала свой эфир, что дорогие хирурги, дорогие доктора, не выводите плоские стомы. Я говорю, почему? Потому что за ними очень тяжело ухаживать, и когда есть вариант хоботка, то есть небольшого выпячивания над кожей, это гораздо комфортнее для ухода, и гораздо комфортнее для того, чтобы клеить колоприемник. И никого абсолютно не волнует то, что есть небольшой хоботок, то есть, потому что он все равно скрыт под мешочком, а комфорт и удобство в разы выше, не бывает раздражения вокруг стомы, а поверьте, раздражение, мы еще сегодня поговорим об этом, это очень и очень неприятное сложение для пациентов, и очень неприятное сложение для доктора, потому что это длительные пациенты, это пациенты, которыми нужно заниматься, они ходят из месяца в месяц, для того, чтобы у них все там заживо. Поэтому хирурги, давайте вместе запомним, наши пациенты просят, чтобы выводили хоботки. Колостомы это выведение толстой кишки, они бывают двух видов, это концевая и петлевая. Концевая постоянно, петлевая временно, но хотя иногда и петлевые тоже бывают постоянные. На данном слайде представлен вариант, как выводится колостома, то есть если это петлевая, то выводится петля, делается разрез, ставится турникет, мы видим у нас рассекается кишка и у нас появляются два варианта, это приводящая, отводящая кишка и в дальнейшем они закрываются, то есть это такой вариант больше временного решения, они используются при операциях на прямой кишке, например, при свещах, там пузырно-влагалищ, пузырно-прямокишечных, влагалищно-прямокишечных, чтобы кал не шел в прямую кишку, ну а постоянные могут использоваться и в операциях, и в основном, да, в основном в операциях, когда или это временный вариант, когда там удаление опухоли при непроходимости или постоянный при операциях хольма или экстерпации прямой кишки. Переходим к очень важному и очень интересному вопросу, как ухаживать за кожей. Это важный, очень важный аспект как для доктора, так и для пациента. Почему? Потому что всегда пациент будет спрашивать у доктора пошаговую стратегию ухода за стомой. И чем доступнее, чем пошагово вы расскажете, тем проще пациенту будут ухаживать за ней, и тем меньше осложнений он получит в дальнейшем, после, так сказать, операционном уходе и в послеоперационном периоде. первое, с чего всегда нужно начинать любой уход за стомой, это опорожнение мешка перед его заменой. Первое, что мы всегда опорожняем мешок и рекомендуем пациенту это делать. То есть, вы говорите, что первое, что мы начинаем, мы опорожняем его, и это этап такой грязный. Опорожнение чаще всего рекомендовать можно в туалет, иногда пациенты говорят, можно ли опорожнять в раковину, но если это илиостомы, то в принципе еще куда не шло, то колостому лучше всего и илиостому тоже все-таки опорожнять в туалет. Следующий этап это, безусловно, этап гигиенической обработки рук. Мы это прекрасно с вами выучили, прекрасно знаем, то есть, обработка рук обязательно должна быть и при уходе тоже. После этого мы снимаем мешок, то есть, убирается мешок и вокруг влажными салфетками или специальными средствами, они называются клинеры, или любой салфеткой мы вытираем. То есть, я своим пациентам всегда говорю о том, что вы к стоме должны относиться как к заднему проходу, только на боковой передней брючной стетке. То есть, не нужно сильно использовать, бывает такое, что там обкладывают тряпочками вокруг, чтобы снять, чтобы ничего не попало. Спокойно к этому нужно относиться и чем лучше пациент за ней ухаживает, чем проще он ухаживает, тем лучше результат. Часто пациенты спрашивают у меня, например, можно ли мыть вокруг стома? Можно. То есть, когда процесс заживления уже прошел, там месяц-полтора, можно мыть стому и там можно использовать и прохладную воду, чтобы убирать все, все не нужно. То есть, мы задний проход также моем водой, с кишкой все тоже, со стомой все то же самое. Что касается ухода за кожей, обязательно нужно высушивать. Если мы не высушиваем вокруг стомы кожу, то наступает самый неприятный, самый тяжелый момент осложнения или последствия, наступает мацерация. То есть, мацерация это то, что не дает нормально приклеиться и является фактором воспаления вокруг кожи. А как только у нас появляется воспаление, присоединяется бактериальная инфекция, мы знаем, что это целая-целая проблема. Поэтому обязательно высушивать кожу нужно насухо. И также тут возникает вопрос, пациент говорит о том, что доктор «А не польется ли истомы каловой массы?» Вы говорите «Успокойтесь, не польется». Если вас это сильно беспокоит, вы всегда можете положить салфеточку на стому, тем самым это придерживать. И это очень-очень хорошо, потому что чем суше будет кожа вокруг стомы, тем лучше будет результат. Также бывают средства, которые можно использовать. это средства барьерные, адгезивные, разные крема, салфетки, мы о них сейчас тоже поговорим, которые помогают готовить кожу к моменту приклеивания самого мешка для стола. О них тоже нужно знать, и их тоже нужно обязательно рекомендовать пациентам, у которых есть стола. немаловажный фактор это когда мы вырезаем отверстие под стомы. Например, в большинстве компаний есть специальные лекала, когда пациент прикладывает лекала к своей стоме и понимает сколько миллиметров ему нужно вырезать. То есть вот он мешочек, который у нас есть, то есть к лекалу он приложил к своей стоме увидел там 35 миллиметров 40 миллиметров и вырезает специально по кружочку тот размер который нужен. И после этого тогда уже только приклеивает. То есть обязательно вырезать отверстие нужно по размеру стола. Почему нельзя вырезать например больше самой стола? пациенты говорят нам о том, что доктор если я вырежу больше стомы то возможно во-первых я точно попаду куда нужно б кал не попадет мне на живот. Говорите о том, что если вы вырезаете больше отверстия то происходит такой же процесс мацерации. Помимо каловых масс все равно выходит жидкость. И процесс мацерации который будет способствовать воспалению будет очень тяжело во-первых заживать и не давать нормально клеиться мешком. Поэтому по размеру стомы обязательно. Важный момент когда вы будете приклеивать когда пациент приклеивает стому обязательно ее нужно погреть. Вы видите что вот поверхность мешочка имеет такое специальное покрытие и мы перед тем как приклеивать мешок рекомендуем пациенту положить или мешок под мышку чтобы он нагрелся до температуры тела или положить на батарею в зимнее время то есть варианты любые для того минимум 10 минут чтобы он прогрелся для того для четкого хорошего сопоставления и склеивания склеивания между кожей и мешком тогда вы получите и пациент получит максимальный герметизм и таким образом минимизирует любые последствия дальше стоит также поговорить о подборе специальных средств специальные средства они используются пациентами очень часто и они улучшают и качество жизни и сам уход и вообще последствия тут вы можете выбирать любые средства хотелось бы отметить что у нас тут нет никакой рекламы в плане какие лучше какие хуже тут все индивидуально и как вы видите что средств данных для стом очень много к примеру бывают вот мы видим там однокомпонентные двухкомпонентные эколоприемники которые постоянные может быть приклеены или меняется мешочек только то есть тут уже кому что комфортно и как кому комфортно использовать данную технологию начнем мы с клинеров то есть очищение то есть это то что мы должны убрать лишнее и подготовить нашу кожу для кожи пациента для того чтобы он и приемник наш приклеился клинеры бывают очень много вариантов бывают спреевые спреевые например на сайте они написаны почему-то клинзеры но мы их называем клинеры то есть спрей спрей который наносится вокруг кожи после того как мы все очистили и спокойно там сушится жидкости в виде там хотел сказать умное слово пшикалок называются они по-простому скажу пшикалки которые используют в хозяйстве а пулеверизаторы точно точно пулеверизаторы из которых вспомнил и одноразовые салфетки очень важно помнить о том что все они эти клинеры или очистители они не токсичны то есть они не вызывают никаких отторжений не вызывают никаких воспалительных реакций они для этого и придуманы то есть они для того чтобы ваша то есть кожа пациента подготовилась к этапу приклеивания как мы помним с вами что после каждого клинера нужно обязательно посмотреть время экспозиции то есть время экспозиции это время когда покроется там или тонкой пленочкой или высохнет клинер или происходит сам процесс там кожа дубеет или любые варианты то есть нам нужно обязательно это проконтролировать у каждого клинера свое временно свой временной промежуток дальше после клинера мы можем использовать специальные средства ухода которые называются барьерные средства или защита кожи в разных источниках они пишут по-разному бывают искусственная кожа и бывают абсорбирующие варианты очень-очень-очень много для чего это важно пациентов на первых этапах не всегда получается нормально приклеивать мешки и все равно происходит процесс мацерации обычными мазями которые использовались в аптеках и которые рекомендуются в хирургических стационарах не всегда мы можем получить то чего хотим то есть средства уже давным-давно придуманы и поверьте мне они очень хорошо работают если мы в принципе мы их можем защитные средства можем разделить на три основные большие группы это первое это абсорбирующие порошки пациентов которым не всегда выведена идеальная стома тогда бывает так что кожа или мешок не всегда может ровно приклеиться и происходит процесс мацерации когда к примеру хирург вывел стому выше возле складку или возле ребра это тоже очень неприятные ощущения поэтому нужно защищать кожу и если сразу начинать правильно защищать то в целом она задубеет назовем это так и не будет воспаляться и тем самым не будет отклеиваться колоприемник не будет проблем с качеством жизни а это немаловажный фактор у пациентов со стомами и плюс у нас не будет воспалительных реакций которые могут привести к очень нежелающим посредством абсорбирующие порошки как видите их бывает очень много разных абсолютно производителей помним с вами обязательно о том что каждое средство должно иметь свое время экспозиции все время когда оно сработает то есть у порошков оно чуть больше обязательно это проговаривайте с пациентами чтобы и когда пациент подготовил порошком эту кожу чтобы он находился в горизонтальном положении защитные пленки или вторая кожа вторая кожа это называется такое сленговое название то есть это защитная пленка которая специально выстилается и защищает кожу от попадания коловых масс назовем их так это тоже важный фактор это тоже требует момента экспозиции и это немаловажно в плане у пациентов у которых есть например мацерация или которые пришли к вам уже с этапом каким-то воспалительным воспалительной реакцией об этом нужно помнить и не допускать поэтому защитные пленки иногда даже лучше использовать на ранних этапах не стоит ими пренебрегать и стоит рекомендовать пациентам обязательно их использование и заживляющие кремы заживляющие кремы тоже важнейший важнейшая составляющая в специальных средствах помним о том что заживляющие крема тоже имеет свое время экспозиции что нужно обязательно использовать поэтапность то есть мы не можем крем нанести перед порошком только лишь в конце и крема тоже бывает разных видов и нужно подбирать и это сильно помогает пациентам получать хорошее качество жизни и не добиваться негативных реакций вот и третья группа это герметики то есть на чем переживают очень пациенты это пациенты переживают от протечек что они говорят доктор я хочу ходить в театр хочу подстраховаться как мне быть мы же с вами об этом говорили о том что иногда бывает так что пациенту неправильно вывели стому то есть у него случилась ситуация когда при неправильной разметке стома ушла в складку и таким образом мы не можем достигнуть плотного герметизма то есть плотной герметизации и тут нам приходит уже на помощь это пасты пасты это вариант тоже вариант бывает разные то есть которая наносится вокруг обязательно стома и колоприемник клеем на пасту после использования всех средств которые мы уже говорили крема пленки и все остальное это герметик который помогает четко зафиксировать приклеить и профилактировать разные утечки второй вариант это полоски или стикеры которые тоже наклеиваются вокруг стомы дают возможность хорошего герметизма и дают также профилактику разных протечек утечек и всего остального и третий вариант это кольца использование колец тоже активно может предлагаться и на самом деле иногда кольца я своим пациентам рекомендую с самого начала сразу использовать это пациенты которые тучные которые там у которых есть там сахарный диабет которые уже подвержены каким-то не очень хорошим реакциям со стороны организма и мы им рекомендуем кольца с точки зрения организации правильного правильного такого склейки вот ну и мы с вами уже переходим непосредственно к колобреемникам какие они бывают они бывают однокомпонентные это и двухкомпонентные то есть мы уже с вами поговорили если поговорить однокомпонентные бывают открытого и закрытого типа чаще пациенты конечно предпочитают открытого типа чем закрытого вот и бывает двухкомпонентные это которые наклеиваются и в целом потом только меняется мешочек и тоже данный вид колоприемников имеет место быть для того чтобы если вашим пациентам нужно наглядное пособие которое активно можно использовать вы можете использовать это в навести на QR-код и получить это пособие и потом пациентам его активно давать и рекомендовать скидывать ссылки поэтому никаких вопросов то есть вы для своих пациентов уже будете отвечать на 90% вопросов до момента там выведения колостома или уже когда она вывела то есть эти все пособия очень важны что немаловажный момент немаловажный момент это психологическая поддержка о ней я хочу также остановиться и поговорить более подробно и поговорить о ней да и в конце уже если закрыть тему ухода помните о том что спецсредства которые используются при уходе для пациентов они сделаны для того чтобы вы как доктора получали меньше осложнений связанных с уходом за стомой а пациенты получали хороший качественный вариант жизни с этими колоприемниками которые в дальнейшем принесут хороший результат вариант пациент приходит и говорит доктор я не хочу колоприемник или колостому поэтому тут очень важно приводить примеры которые у нас активно на слуху и вот вы видите что например разыгрывающая сборной Швеции Энни Карлсон играет с мешком для стола это очень такой яркий пример который демонстрирует что людей никогда ничего не останавливает следующий следующий вопрос как жить и как путешествовать путешествуйте без ограничений например Кен Акет соучредитель объединенных ассоциаций стомированных США и его имя в международном сообществе людей широко известно потому что он у него стома вывели 42 года и спасение стало там вот эти все язвенные колиты которые пациентов очень сильно допекают приводят к страданиям операция его спасла и вы видите что в принципе сейчас при правильном уходе при правильном при правильном приклеивании можно спокойно ходить в бассейн купаться в море и праздновать хэллоуин например на гастроли со стомой то есть все вы знаете Светлану Сурганову музыкант к певице автор песен экс-солистка мега популярной группы ночные снайперы но никто не знает о том что она у нее был корректальный рак и ей вывели стома и это никак не остановило ее проводить гастроли и жить полноценной жизнью Нэнси Ламут американская певица своего поколения у нее была болезнь крона и тем не менее никогда она она всегда стремилась к своей цели и прекрасно в свои годы там в свое время блистала на сцене хотя у нее тема в те годы то есть болезнь крона не знали как ее лечить поэтому просто удаляли и водили стома ну и конечно глава святого престола Иоанн Павел II тоже жил с колостомой это во время своего правления никогда этого как вы видите что его сильно это не останавливало и он был отличным руководителем и также двигался ну и видите также журнал Vogue то есть модели со стомами имеет место быть как женщины так и мужчины то есть то есть вот там Блейк икона стомированных пациентов появляется на обложках глянцевых журналов и его выражение которое я например привожу своим пациентам говорю о том что болезнь только в голове и не уступают повторять те кому стома отдала свободу то есть поверьте пациентов которых много проблем там специфическом язвенном колите стомы это является спасением и не стоит их бояться а наоборот при правильном уходе пациенты могут себе все все это позволить и двигаться дальше что сейчас есть вообще для пациентов для пациентов достомированных пациентов сейчас очень активно есть много разных ассоциаций есть много разных программ если поговорить например о России я считаю одной из самых отличных и самых развитых программ в Санкт-Петербурге это стома центр это центр реабилитации пациентов который находится на базе городского онкодиспансера на березовой аллее заведует там отделением прекрасный абсолютно специалист гастроэнтеролог нутрициолог Полина Александровна Захарова они в год просто какие-то тысячи пациентов со стомой приходят к ним на консультацию они им рассказывают как работать с стомами какие средства существуют как нужно с ними действовать какие там сложности какие плюсы какие минусы есть поэтому для жителей кто доктора сегодня слушают и сталкиваются с пациентами я очень настоятельно рекомендую обращаться в стома центр который находится в городском диспансерии Полина Александровна Полина Александровна Александровна Захарова One Love большой молодец и настоятельно рекомендую также видите что очень много европейских ассоциаций то есть European Astomy Association которая помогает в Европе Lifestyle Expert там Sport Educational Resource Advocacy то есть это тоже то что информация то есть пациенты не одни и это важно об этом говорить пациентам то есть давайте возможность говорить о том что ты не один что стома это не приговор а только лишь момент для изменения в жизни вот поэтому чаще всего стома это фактор который может спасти жизнь вот вы более подробно вы можете обратиться вот по QR-кодам по двум QR-кодам это методические пособия которые мы подготовили готовим для наших пациентов мы их используем активно активно и даем нашим пациентам для прочтения то есть это кишечная стома как новый этап полноценной жизни жизнь со стомой как действовать то есть у нас уже два пособия как для пациентов так и для родственников потому что важно помнить о том что родственник является непосредственным участником в жизни пациента и когда на первых этапах пациенту нужна помощь родственник также должен знать что делать как делать и какой алгоритм действия спасибо друзья на этом посту мы закончили нашу такую динамичную лекцию и сейчас я хочу продолжить и также вам напомнить и пригласить всех вас 4 февраля 2023 год сфотографируйте себе форум для студентов ординатора врачей всех кто вовлечен в науку в образование то есть это форум который будет каждый год помогать вам заряжаться новыми эмоциями новыми новой энергии и я специально для вас как один из организаторов готовлю самых лучших самых интересных спикеров самых вкусных экспертов которые расскажут вам что все возможно как стать первоклассным специалистом которого ценят пациенты которого ценят начальство и что самое важное ценят коллеги я являюсь автором и таким идейным вдохновителем данного проекта и на сегодняшний день темы которые будут это пять больших тем это образование в сфере медицины мотивация менеджмент маркетинг культура и медицинские инновации то есть мы будем все вокруг обсуждать все о медицине все о маркетинге все связано с тем как правильно продвигать себя и продвигать свою свою команду это будет формат оффлайн онлайна не будет сразу вам предупреждаю это 10 часов без перерыва то есть мы как зайдем и выйдем через 10 часов это очень атмосфера официально неофициальная нетворкинг много интересных знакомых новых интересных технологий кто самый стойкий получит в конце интересный сюрприз который мы для вас приготовили два важнейших хедлайнера о которых мы сейчас вам поговорить не будем выступать в конце которые просто зарядят на победу вот это часть спикеров которая уже подтвердила свое участие то есть вы видите что это команда лидеров команда управленцев и команда интересных личностей которые сделали себя сами тяжелая артиллерия видим многим профессоров интересных врачей которые вам расскажут свои успехи и расскажут о том как двигаясь данный формат будет проходить на мтс арена находится это комплекс возле лахта центра три с половиной тысячи участников три ряда первых самых мотивированных две площадки для симпозиума в пространство фудкорт это будет интереснейшая программа поэтому обязательно сфотографируйте 4 февраля мы вас всех ждем и обязательно помните о том что путь для самурая не важный результат а важный путь поэтому мы для вас все это подготовим поэтому спасибо большое за внимание оставляйте рекомендации я всегда для вас и готовы продолжать нашу лекцию уже в переход в ответы на вопросы спасибо большое димексид гель современная форма проверенного лекарственного средства с обезболивающим и противовоспалительным действием теперь в новой упаковке димексид гель применяется в комплексной терапии артритов артрозов радикулита тромбофлебита ушибов и растяжений связок димексид гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость кожи для других лекарственных препаратов усиливает и ускоряет действия наружных форм нестероидных противовоспалительных средств гепарина и венотоников малотоксичен не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт является безопасной альтернативой НПВС у пациентов с хронической болезнью почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта димексид гель быстрая помощь при боли и воспалении хорошо зарекомендовавший себя силдонафил теперь в формате спрея 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут беспрецедентная гибкость дозирования джент новый формат новые возможности эксенза первый спрей изолметриптана в России который начинает действовать уже через 15 минут после введения препарат показан к применению у взрослых для симптоматического лечения облегчения приступов мигрени с аурой и без ауры а также для симптоматического лечения облегчения приступов кластерной головной боли уникальные преимущества эксензы начиная действовать уже через 15 минут после введения уникальная форма выпуска спрей не требует запивания большая упаковка на 20 доз по доступной цене современная молекула в составе золмитриптан эксенза при мигрени скорость решает «Музыка» 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 Продолжение следует...